Море цветов, бантов и шаров. Главные герои Дня знаний – первоклассники. Покинув стены детских садов, они уже не считают себя малышами. Сегодня они впервые сели за парты, а на учебу уже настроены серьезно. Очень хорошо, думаю, будет. Буду учиться только на пятерке. Будущая отличница Надя Пархаева готовилась к школе основательно. Читала книжки, отрабатывала технику правописания. И вот, наконец, одно из главных событий в жизни каждого ребенка наступило. Она пошла в первый класс. Не меньше эмоций у родителей начинающих школьников. Эмоции, конечно, уйма. Всю ночь не спала, волновалась. И волновалась, конечно, вся наша семья. Но у нас как-то даже вопрос не стоял, в какую школу отдавать. Именно в казачь. Потому что очень хотелось, чтобы ребенок знал традиции того региона, где он живет, свои корни. И я думаю, что, в принципе, все у нас получится. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Торжественная линейка по случаю Дня знаний началась с поздравлений. С напутственными словами к школьникам обратились директор и представители городской власти. После чествования первоклашек и одиннадцатиклассников, которые в этом году отмечают День знаний, в последний раз прозвучал первый звонок. В этом году в десятой школе сформированы два первых класса казачьей направленности и два обычных. Кстати, ее можно назвать лидером по количеству первоклашек. В этом году в каждом из четырех классов за парты впервые сядут чуть более 30 школьников. Учительский хлеб тяжелый, он был всегда тяжелый, но, тем не менее, мы свое дело делаем. Мы знаем, что от нас многое зависит. Если мы сделали ошибки, их сразу не видно, они потом уже покажутся. Поэтому, конечно, учителя стараются. Год у нас уже раньше начался на неделю, поэтому, будем говорить, это небольшая сейчас такая праздничная передышка. Перед большим годом. Год, тем более, нас ждет олимпийский. И все мы должны не уронить честь страны. Помимо того, что учиться школьники начали на неделю раньше, за партой они сели в единой форме. Обязательная школьная одежда была введена депутатами Госдумы. А для того, чтобы первый день в новом учебном году стал по-настоящему праздничным, в каждой школе города был проведен ремонт, приобретены новые оборудования и учебники. Кстати, сегодня впервые постигать азы наук начали более пяти тысяч маленьких сочинцев. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.